3D-моделирование, IT-центр, цифровая живопись. Школьники Сосновоборска постигают высокие технологии. У ребят даже есть своя киберспортивная команда. Подробнее о специализированных классах, в которых ребята учатся создавать будущее, расскажем в следующем материале. Пластик на лазерном гравюре, а кокусат печатали на 3D. То есть это уже по устройству. Такие устройства ученики могут изготовить сами на инженерном практикуме. В Сосновоборске гимназии номер один школьники занимаются 3D-моделированием, учатся работать лазерным гравером и паяльным оборудованием, а также сами создают компьютерные игры, в том числе с использованием виртуальной реальности. Для этого у ребят есть свой IT-центр. Здесь происходят разного рода мероприятия. Допустим, киберспорт, разработка, 3D-лепка, рисование 2D. В общем, все, что нужно в современном, так сказать, обществе. А в кабинете химии появился интерактивный комплекс. Теперь не нужно тратить время на загрузку оборудования и настройку проектора. Когда мы получили вот такое вот оборудование, тогда работать стало намного интереснее. То есть в чем преимущество этого оборудования по сравнению с другими? Это наглядно, красочно, информативно, интерактивно. И это очень сильно экономит время на уроке. То есть доступно сделать очень большое количество всевозможных операций с учениками, используя вот этот вот компьютер. Предпрофильное образование здесь начинается на восьмом году обучения в школе. В прошлом году состоялся первый выпуск инженерно-технологического класса. И все выпускники смогли поступить в вузы по техническим направлениям. Глаз горит. Вот посмотрите, вот сегодня вы видите ребят, которые впервые сидят за паяльными станциями. Вот я сейчас вышла к ребятам и спросила, ребята, кто вообще держал в руках паяльник дома? Поднял руку один из десяти. То есть, конечно, для них это все новое, это интересно. Они буквально зашли сегодня, мы открываемся впервые в 9 утра, и вот они уже, мы видим, что они поедут. Кабинет высоких технологий в гимназии открыли в рамках федеральной программы развития цифровой образовательной среды нацпроекта «Образование». Изучать новые технологии смогут не только гимназисты старших классов, но и ученики других школ. У нас 101 образовательное учреждение оснащено оборудованием именно для всех предметов, как начальных классов, так и учебных предметов основной школы и средней школы, которое позволяет в большей степени заинтересовать детей, увеличить процесс обучения и повысить качество. Гимназия в Сосновоборске – часть большого проекта. Под контролем губернатора Александра Усо в крае развивается сеть специализированных классов для школьников.